друзья мы всем привет закончилось подписание контракта наш новый дом сейчас вам все покажу я маленьком от пропал такой отпуск от youtube взял ну и на самом деле просто искали дом перестрелили кучу домов сейчас все расскажу позже давайте сначала дом покажу который мы заезжать будем будем переезжать а потом все расскажу как искали туда-сюда короче поболтаем длинное видео сделаем сейчас камеру переверну знакомьтесь наш новый дом такой большой дом четыре комнаты там бакерд а потом своим бакерпсон огромный гараж пойдемте за него внутрь и все вам покажу спереди вот фронт ярд уже большой и бакерд звонок с камерой круто мы заходим попадаем в гостином прихожей дайвинг-рум пойдемте первым делом начнем с гаража вот кухня лера лера поздоровай кухня то есть обязательно металлоновка плита все свежие все новые холодильник с телевизором айсмейкер посудомоечная машинка то есть все здесь дом видите в ком состоянии грязно но люди обходят клининг сказали что мы наймем клиник прежде чем сюда переезжать они берут не вопрос мы все хотим то есть где-то надо подремонтировать палочка лежит я откладываю что она подремонтировать например вот здесь вот поставить заглушку они все оплачивают то есть я все делаю они оплачивают просто работу и материалы то мы все обсудили сейчас один главной комнаты начнем для меня это главная комната руливаем ой темно то тут для хомуха где-то вот гараж гараж тем рай для механика вам скажу во первых он длинный он широкий это выход на бакерд стоит лебедка то есть наждак тиски лебедка вот так выведено можно моторы снимать много полок стеллажей еще стол шкафчики щит капитан америки классный чувак стать капитан америка вот все это можем выкинуть то есть обсудили вам попроси туда доски эти оставить это их оставить дома момента пока приедет мастер почини там дэк на бакерде вот это тоже все можно выкинуть как вообще проблем нет выкидывать или все что вам не надо выкидывать такой гараж вот он нет проблем давай добавлю температуру хитр давай включим хитр вай-фай включу написано а на фига там вай фай фен на сколько стоим? на 74? 74 будет через час здесь, ок так пойдемте вниз сначала, кухню вам показал, не спускаемся вниз, тут карпет, вот вниз спускаемся, у нас первая ванна, вытяжка работает, здесь только душ, душевая, туалет, траковина, ок, дальше, вот это тоже будем чинить, беговая дорожка, он говорит, хотите выкиньте, хотите себе оставить, мы эту себе оставим, у нас маленько постарее, нашу, выкинем, окна, это все надо мыть, то есть все чинить, я говорю, это все обсудили, что окна будут открываться, он говорит, чините, делайте, все оплатим, и комната, здесь же внизу есть, такая как бы спальня, вот этого тоже буду чинить, то есть это тоже все показали, такая вот комната здесь, там оплайн стоит, обогреватель, все здесь, тут шкаф большой, то есть во всех комнатах есть шкафы, вот так вот, большой шкафчик, тут у нас первая комната, грубо говоря, скажем, дом, идем дальше, у нас есть бейсмент, мы еще на уровень ниже уходим, спускаемся вниз, тоже куча полок, все сказали, можете выкинуть, полки, если вам нужны, оставьте, можете выкинуть тоже, это вот все, зеленый фон, кстати, можно видеть, видюшки прикольно монтировать, там всякий мусор, все повыкидываем, тут заглушки тоже поставим, стиралка, сушилка, все свежее относительно, то есть не древняя убитая, все такое относительно свежее, тут уже раковина, такой вот домик, оценок попозже скоро учатся, давайте обзор пройдем, так, все это выключил за собой, теперь пойдемте наверх, основано, нулевой этаж, грубо говоря, поднимаемся, букьярд, натянемте на букьярд, сходим, это пульты от гаража, от ворот, здесь уже закрыто, стол этот, он говорит, хотите выкиньте, хотите оставьте, мне больше, такой вот большой букьярд, костер можно пожечь, эти стулья тоже нахер, кран, чтобы поливать, ну розетки, естественно, все сделано, комнаты, свет, то есть вот, все вот так сделано, букьярд классный, большой, дерева нет, ну вот только-то все есть, своего нет, хотя дерево на букьярде имеет плюс, тенечек, заходим, закроем, как ты закрываешься, о, закрыл, супер, так, замок, все, пойдем наверх, прибираться, мыть еще, пипец тут, в комнатах, короче, вот в этой, а, ну это у нас туалет, туалет, здесь есть ванна, вот, все вот это, что-то на выброс, что-то на мойку, сортира, раковина, я, привет, шкаф, такой большой, вот такая хрень есть, это вытяжка, шумная, пипец, ну, короче, ладно, не суть, работает, это у нас свет, а, здесь в коридоре свет, клеем ярче, и комнаты, к сожалению, без света, на потолках нет света, надо будет торшерами заводиться, жалюзи под замену, они тоже их обходят, тут тоже шкаф у нас, блин, 15-й в темноте хорошо снимает, такой вот шкаф, номер раз, все, это все тоже чиниться будет, еще одна комната, тоже нету света, то есть тоже, видите, на потолке нет ни одной люстры, тоже большой шкаф, вот сразу же, дальше, еще комната, также большой шкаф, вид из окна, фордик стоит, красавчик, пока машина не покупала, вот пока фордик у нас бедный, за двоих отдувается, а то есть за троих, как таксист ездит, не останавливаясь, тут тоже, видите, выключатель-то есть, то есть когда-то был свет, но убрали, вот так вот, здесь сигнализации стоят, на дым, на газ, все это стоит, все это работает, такой вот 4-бедромный домик, здесь будем готовить вкусняшки всякие, там будем, поставим гриль, много шкафов, много шкафчиков, холодильник, он говорит, ой, напитки достались, ну, можете, типа, выкинули, можете, хотите, выпейте, это, кстати, я вот не пробовал ни разу, руббир, но говорят, гадость редкостная, айсмейкер, вещь нужная, то есть мы пипец с ним привыкли, у нас Лера, мимо него пройти не может, и надо брать полный стакан льда всегда, ну, в принципе, как-то вот так, а вот еще шкаф есть, зашел, разделся, сюда все, барахло повешал, стоит, такой вот шкаф, подписали контракт на год, контракт мы на год подписали, и все, сейчас год будем жить здесь, сейчас мне до работы чуть подальше, сейчас 45 минут до работы, до этого было полчаса, теперь 45 минут, немного в другую сторону, но это конкретно такая, прям, американская деревня, то есть, русскоязычных здесь, не знаю, может встретиться, конечно, но мало, представили, где мы сейчас живем, там много русскоязычных ребят, а здесь уже прям такая нормальная американская деревня, как-то вот так, день второй, заехали вечером после работы, там, начало лампочку поменять, LED моргает, завтра приедет клининг, девочки приедут, все отмоют здесь, то есть, все везде, прям, будет как новая после них, то есть, я говорю, что это я настрою, все, нас с Wi-Fi законнектить, вот это вот, я вам потом после клининга покажу, как это будет выглядеть, вот здесь оказалось, вот это все будет отмываться, то есть, ну вот, это все будет чистенькое, что, друзья, у нас день переезда, для переезда потребуется Федька, такой от М2, не на форде же я буду перевозить это все, правильно, вот эти руки-то помнят, так, запускаем, опа, у нас там, все, характер, такой, Федор, годовалый, большой бак, сзади воздух, диски все алюминиевые, резина Continental, сзади у него лифт-гейт есть, гидроборд, так что, пусть воздух качает, поехали, переезжать, так, что, со спальником, кабинка офигенная, это чтоб вода в дождь не забегала, все, накачал, красота, смотрите, пробег 130 тысяч, окей, горит чек, знаете, почему он горит, вот такие ваши предположения будут на автомате, такая классная машинка, кожа, все, спальничек, а чек показать, почему горит, чек у него загорелся почти на 50 тысяч, и горит, то горит, то не горит, то горит, то не горит, я покажу, открываем капот, опа, и почему у нас горит чек, двигатель Detroit, Mercedes мотор, все фильтра, все, когда открываешь оригинальную упаковку Detroit, там Mercedes логотип, были же нормальные моторы у них, Caterpillar, это вообще номер один, Caterpillar вообще мотор номер один, смотрите, как пламы закрываются, сам, Caterpillar вообще номер один, Cummins, ну Cummins тоже неплохой мотор, конечно, не такой хороший, как Caterpillar, но, нет, надо поставить от Mercedes мотор, причем, Freedliner же принадлежит Mercedes, вот и запихали сюда это добро, руки-то помнят, все, поехали грузиться, вот еще кайфовый момент, в плане Америки, видите, весь поток едет, мы даже не с их скоростью едем, мы медленнее, но у нас 110 км в час, то есть в километрах, это классно, ты на грузовой машине, ты едешь с нормальной скоростью, все, руки помнят, еду, кайфую, в принципе машина это все то же самое, так же длинная база, все то же самое, единственное, не хватает попереключаться и двигателя нормального, я говорю, вот Caterpillar, как у меня был, Федька, с Caterpillar, у Ордёва, у Сереги, вот все, три, а там все практически ездят с Caterpillar, это кайфово, у меня этот мотор маленько не то, ну и коробка автомат тоже, да, но для комфорта ты где-то в трафике, ты тыкаешься, ты как бы, окей, классно, но вот если ты просто едешь, и вот хочется именно покайфовать, вот как я сейчас поехал, то есть я знаю, что мне не надо на нем ездить, каждый день где-то в пробках тыкаться, согласен, но если каждый день в пробках тыкаться, то это вещь, два стеклоподъемника, центральный замок, куманки, гидроборд, задняя подвеска, все, 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 все прям как надо, у меня многих этих функций не было, то есть теклоподъемников у меня не было в моем, но у меня старенький был, то есть 20 лет разница, у меня 2004-й был, это 24-й, хотя он куплен в 23-м осенью, но он уже 24-го года, вот так вот работает, да, я не знаю, как это работает, но это прикольно, то есть на машину за полгода на ложе берешь, ты полгода отъездил, она такая, опа, все, в свою дату пришла, это кайфово, ну все, мы дома, поздоровайся, непутевый, видите, как удобно, на троевые заехали, все, сейчас сюда вещи сложили, подняли, закинули, красота, такая вот будочка, все аккуратненько, все обшито, вон наш помощник на сегодня алюминиевый, поехал, потому что жирный, сам вот это не поднимаешься, а, ты только так, да? Да. А, курва! Ну все, зачет в зал, да, все, теперь в гоу-гоу-бар можно теперь, да? Ха-ха-ха, мы тебе работу нашли. Ха-ха-ха-ха! Ну что, как там в Новосибирске? Да, как там, из Новосибирска, а не блогеры, а, встали, да? Да, вообще не говорю, приехали сюда, девять, знаешь, вот тут, ладно. А что, типа, изилок юз, да? Че? Вот это, изилок юз, да. А ты тоже ее есть? Ну, ладно. Да, раньше, вроде, сколько у тебя, 13,3, он высокий. Да, сейчас играешь. Когда раз захламил. Что-то я убил. Пошла движуха. Да, на трассе. Ты никому не денешься. Все, давай до первого этажа. Ха-ха-ха-ха! Друзья мои, ну что, наш старый дом. Давайте вот так вот отойдем, вот так, от входа. Вот, тут у нас, ну, кто видел, видео полтора года назад, помнят. Тут прихожая, такая, благо говоря, обувь составить. Так, откроем. Окошечка, барная стойка. Какого-то видео писали, типа, это прикол, такие высокие столы. Нет, это барная стойка, просто стол у нас стоял вон там. Кухонька. Холодосик. То есть, вот в таком состоянии мы все сдаем. То есть, как заехали, все было чистенько. Там что лежит? Ничего не лежит. Так же и выезжаем, все чистенько. В новом доме у нас тоже клиник прошел, все чисто, все хорошо. Все, все шкафчики, все, все чистенько помыто. А планицы все исправные, все работает. Я говорю, как мы заехали, так и выезжаем. 18 месяцев тут прожили. Полтора года. Наконец-то свет включился. Танс-ливинг, диван-телевизор стоял. Так, Леркина комната. Такая вот, тоже все чистенько, аккуратно. Здрасте. Здрасте. Леркин шкаф. Свет включился. Так, тут просто шкаф. Тюрьмасштаб, климат-контроль. 72 градуса стоит, нормально. Тоже все чистенько. Все чисто, аккуратно. Пошли дальше. Стиралка, сушилка, тоже все в порядке, все работает. Ванна, туалет. Все, все хорошо, все чистенько. Вытяжка работает. Все, и еще комната. Вот и все, и дом закончился. Ну и два гаража я показывал. Первый гараж, и второй вот здесь вот за стенкой. На боке, где чистенько. Все, траву скосили. Там, видите, ярко-зеленое пятно. Там огневище стояло, костры жечь. И, получается, оно сгнило. Я его убрал, выкинул. Как бы лэндлорд, хозяин дома, он как бы горюш. Ну, а мне нравится, можете выкинуть. Но оно стояло, как бы нормально. Вот, и все, мы его выкинули. Там такой пятак остался. Травы, без травы. Я посадил газон туда, все классно, все сделал. Вот такой шкафчик. Та-дам. В 20 секах. Все. Все хорошо. То есть, вот в таком состоянии мы сдаем дом. Все чисто, все аккуратно. Как заехали, так и выехали. Ну, как-то так. Это мы оставили презент. У нас офигенный лэндлорд. Ну, классный парень, Роберт. Мы ему оставили презент. Это ручная работа, это Марина делала. Смотрите, какая красота. Вот Марина вот такую красоту делает. Смотрите. Шарик новогодний. Такой. Подарок оставили. Мы когда заехали, он тоже подарок оставил. Презенткой для вас. Мы сделали вот такой. Видите? Такой красивый. Офигенный, да? Все, ручная работа. Так сказать, эксклюзивные вещи. Вот такая вещь. На рождественскую елочку. Да вот Марина вот такие вещи делает. Сейчас пусть она сама складывает. А то я сложу здесь, как будто медведь побывал. Сейчас Марина сложит. Все, ключи. Два комплекта здесь. И вечером все встретимся с ним. Передадим ключи и все. Пока-пока, скажем. Цветы тоже пусть остаются. Не будем их перевозить. Так, друзья мои. Ну вот мы, короче, катаемся. Туда-сюда дела делишки. Все, переехать переехали. Дом я вам показал. Сейчас вот едем ключи отдавать. Время полпятого. Как раз ехать 20 минут осталось. Вот. Короче, туды-сюды. Давайте я вам расскажу, что да как и почему. В общем, мы когда подписывали контракт на тот дом. Он стоил нам 2,150 в месяц. Ну, плюс билы. Соответственно, билы это коммунальные платежи. И мы подписывали на 18 месяцев, на полтора года. Мы думали продлим, проблем нету. Как бы нас все устраивало там. Все хорошо, все окей. Еще весной мы с лендвордом, с хозяином списались. Так и так. Ну что, хотим продлить? Он говорит, сори, я не смогу продлить. Короче, у него родители, у папы, у мамы проблемы с ногами. Они живут в двухэтажном доме. И у них проблемы с коленями. То есть, он классный парень. Он без проблем говорит, что извинился 50 раз. Что так получается. Ну, не получится продлить. Я говорю, ну окей, проблем нету. Ну, я вам верю, 100% дом не на сдачу идет. То есть, если он хотел бы продлить, он мог продлить. Мог предложить нам цену выше, как бы проблем нету. Вот. Плюс мы беспроблемные арендаторы. От нас проблем вообще не было. Там, если что-то смеситель на кухне сломался, я должен бы по правилам ему позвонить. Сказать, чувак, на кухне сломался смеситель, надо поменять. Он бы вызвал мастеров, они бы поменяли. Нахер надо. Я зашел на Amazon, заказал смеситель. 50 долларов он стоил. Он не пришел, я сам поменял и все. То есть, вообще его не дергал, не тревожил. Вот такие, ну, беспроблемные. И вот. Ну все, как бы начали искать дом. У нас до конца июля лист-контракт. Я спросил, если мы сейчас найдем, мы сможем раньше расторгнуть. Он говорит, да, проблем нет. Я говорю, окей. Все, договорились. Что, как найдем дом, ему скажем и расторгнем раньше. И все. Ну и вот мы искали дома. Блин, больше 10 домов посмотрели. И в той аэрии, и в других аэриях. Кстати, в той аэрии ценники взлетели. Там сейчас дом 2 800 меньше не найдешь. Вот такое, что 3 комнаты было. И начали аэрии поближе, подальше смотреть. Сейчас мы переехали, короче, в сторону на полчаса. То есть, в сторону уехали. Но уехали в сторону дальше от Чикаго. Ну, как бы Чикаго вообще не принципиально. Мы туда погулять ездим, но редко. Как бы снова американская деревня. Все по кайфу, все классно, все круто. Вчера был 4 июля, день независимости США. Главный праздник. И прям вот там, просто там, там реально Америка. Там столько салютов было. Все рады, все празднуют. Главный праздник страны. Как бы все празднуют. Все круто, все классно. Вот этот дом мы нашли. Подписали лист-контракт на год. Договор ренды. То есть, мы его на год сняли. Цена 2 500. Плюс сбилы. Как бы тоже нормальная, адекватная цена. На год подписали, но уточнили. Он говорит, да, продлить можно будет, не вопрос. Как бы все, живите. Все. Депозит. Вносишь депозит. Страховой. Это 2 500. И, соответственно, вносишь 2 500. Еще месячную плату за первый месяц. Сейчас мы тот дом отдаем. Договор о расторжении подписываем. И в течение недели нам хозяин этого дома возвращает депозит, который мы давали ему также. 250. Вот. Там как бы ничего не сломано. Все чистенькое. Я вам на видео показывал. То есть, все в том же состоянии, как мы заехали. Даже лучше. То есть, я смотрел видео, когда мы заезжали. Там было грязновато. Все. Все это отмыто. Все чисто. Все круто. В общем-то, вот. Я, кстати, уже купил машину с утра сегодня съездил. Это будет в следующем видео. Сейчас я там с домом разберусь и поедем забирать ту машину. То есть, я с утра слетал и купил. Быстро-быстро. И все. Поехали туда. Все быстро, все оперативно. Не сидим. Видео не было, потому что не было машин. Как бы что вам снимать? Как мы дома смотрим? Я думаю, не захотелось снимать это. Надо было дела делать. Днем работал. Вечером мы смотрели 1-2 дома. Если нам нравилось, мы подписывали application, что нам нравится. И то есть, люди уже рассматривали нас как арендаторов. То есть, да. Тут, где дом понравился, ты его вот так просто. Все мне нравится. Я сюда заеду нифига. То есть, хозяину, landlord, там 8-10 человек его посмотрят. Они дадут свои анкеты. И он уже выбирает из них. То есть, как выбирают, по какому критерию, не знаю. Но выбирают. Я думаю, платежеспособность, кредитный рейтинг проверяют, судимость и банкротство. Вот это все проверяется. То есть, background-чек делается и все. Ну, в общем-то, нам понравился еще вот этот дом. Еще несколько домов. Где-то мы так ответа до сих пор не дождались. Я не знаю, почему дома до сих пор висят на маркете. Ну, может, люди, конечно, уехали на отдых куда-то и нет ответа. Ну, вот на этот дом пришел ответ. Мы приехали его посмотрели. Все. Проблем нет. То есть, прошли одобрения. Подписались в контракт. Живем. Вот. Поэтому сейчас мы с тем домом все расстаемся. Отдаем ключи. Все супер. И поехали за машиной. Сниму вам, как будем забирать ее. Сниму видео. Но, говорю, будет следующее видео. Так что, всем большое спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.